Бог дает шанс этому миру. И этот шанс имеет имя Израиль. Израиль это второй шанс, который Бог дает этому миру. Когда мы читаем книгу Бытия и книгу Исход, мы видим общую картину. Как от сотворения Адама до Вавилонского столпотворения, мы видим падение этого мира. Так что от Авраама и до самого Иешуа, мы видим, что Бог уже через Израиль дает новый шанс всему миру. Он призывает Авраама и говорит ему, ты будешь отцом множества народов и физическим образом и духовным образом. И мы понимаем это. Как мы это понимаем? Скажите, те, которые поверили в Иешуа, кому детьми они стали? Аврааму или Богу? Чьими детьми они стали? Божьими или Авраамовыми? Подумайте. В Послании к Галатам написано, что через веру в Иешуа все народы Сделались сынами Авраама. Почему? Потому что в его время, в свое время, когда Авраам явил верность Богу Всевышнему, когда тот поручил его принести в жертву сына своего Цхака, Бог сказал Аврааму, потому что ты прислушался к моему голосу и подчинился ему и сделал то, о чем я тебя просил. Твое семя умножится на земле и у тебя будет много физических детей и также видим, что там написано, что через веру множество народов станут твоими детьми. Так что можно сказать, что вся концепция Израиля это второй шанс, который Бог дает этому миру. чтобы преодолеть это падение от Адама до Вавилона, то, что произошло с человечеством, и достигнуть места освобождения и спасения в новой жизни.